Мы говорим о криохирургии в традиционном нашем понимании, потому что мы все происходим от хирургов. Но вообще-то в мире термин «криотерапия» приобретает все большую популярность в этом направлении, потому что трудно назвать те процедуры, которые мы выполняем, криохирургическими. Во многом они носят терапевтический характер, но по сути являются интервенционной терапией. И именно интервенционная технология составляет основу современных криогенных технологий. Используется принцип охлаждения тканей и опухолей давно. Вы знаете, уже больше века с того момента, как сделаны жидкий азот и жидкий воздух, и сразу же их стали использовать. Ну а в настоящее время, что известно, является ли этот метод научным или он является эмпирическим, судите сами из того, что мы можем представить вам из материалов публикации. Таргетная терапия – это будущее онкологии. В данном случае целью воздействия на опухоль является вода. Вода вездесущая. Это очень интересная субстанция. Биполи поддерживают все белковые структуры клеток, они обеспечивают подвижность процессов, они обеспечивают поддержание конформационных свойств белков. Без воды жизнь невозможна. Поэтому вы прекрасно представляете, что водная структура, я вернусь немножечко к этому слайду, водная структура, она обеспечивает свою подвижность именно за счет выстроившей вокруг нее биполий воды. Но стоит воде выйти в температурный диапазон, она забывает о своих биологических обязанностях и превращается в кристаллы льда с углом в 60 градусов. И эти шестиградусные треугольнички, безусловно, равносторонние, они разрушают своими острыми краями анатомические структуры, разрывают льдом опухоль или другие ткани. Но до того, как произойдет это страшное, даже слышимое иногда на глаз, растрескивание, происходят еще другие, более сложные и, в общем-то, общеизвестные феномены. Мы поместили в криостат клетки эпидермальной карциномы и начинаем охлаждать. Вот перед вами группа этих клеток. Обратите внимание, в физиологическом растворе вокруг этой группы клетки при охлаждении видите точечки кристаллов по периферии и ободок вокруг клеток. Это тот момент, который называют развитие осматического шока. Клетки, ткани теряют свою воду, она уходит в окружающие их кристаллы. Конечно, клетка от этого страдает. Наконец, она закована льдом. Она блокирована полностью, в ней нет ни кровоснабжения, ни метаболизма. Но обратите внимание дальше, как будут расходиться кристаллы. Вы видите, они ведь обходили клетки. Они ее не уничтожили. Клетки остались, в принципе, живыми. Да, они пострадали. У них нарушен осматический баланс. Они местами могут быть даже разрушены, что видно под электронным микроскопом. Но они пытаются ожить. Вы знаете, что вопрос, а не консервируете ли вы клетки при криодеструкции, он всегда имеет определенный резон. Выполняем повторный цикл охлаждения. В более быстром темпе фактически идет процесс стеклования. Кристаллы, как таковые, не выражены. Температура опустилась быстро, мгновенно, фактически до минус 200 градусов. Кристаллов практически нет. Оттаяло все. Но, опять же, структура клеток, если мы будем разглядывать их под микроскопом, она совершенно не изменилась. Мы можем сегодня и в ближайшие дни непрерывно говорить о том, что опубликовано в научной литературе. Есть «Basics of Cryosurgery», есть последняя монография «800 страниц». Это «Modern Cryosurgery for Cancer». И там описано все очень детально. И многие исследователи работают именно в этом направлении. И именно эта глубина обеспечивает сегодняшнюю научность. Наши отечественные ученые не отстают. Очень важно обратить внимание на основы криобиологии. Эта книга написана математиком. Математическая школа прогнозирования температурных перепадов при разных температурных мощностях источников. Ну и книга, которая слева написана нашим коллективом, нашего онкологического центра. Это основы клинической криомедицины. Мы ведь не просто писали эту книгу. Эта книга начала писаться четверть века тому назад. И начиналась она с компании молодых людей, которые сидели вокруг криозондов, измеряли температуру во множестве точек. Видите, это 2000 год. Это уже взрослые исследователи, которые сейчас занимаются иногда разными вещами. Но благодаря вот этой скрупулезной методической работе, методичной работе, удалось совершенно точно определить и затем математически спрогнозировать распространение температурных полей и изотерм во всех точках ледяного шара. И что же оказалось? По тем температурным параметрам, которые были зарегистрированы в ледяном шаре, в Институте цветологии Академии наук определили, что если мы будем охлаждать медленно, то мы добьемся лучшего результата. Так. Да нет, я хочу вернуться. Вот, на этот слайд я вернулся. Значит, вот охлаждение синенькое. Это медленное охлаждение. Это 10 градусов в минуту. А вверху быстрое охлаждение. Здесь процент жизнеспособных клеток. Как видите, добиться нуля не удается даже при очень медленном охлаждении. Но кто же будет с такой скоростью в операционной охлаждать ткани? Да мы до вечера тогда из операционной не выйдем. Ну, а может быть, можно идти другим путем. Не стремиться к низким температурам, а стремиться к каким-то более простым уровням. Ну, что получается? Если мы на температуре минус 20 градусов будем упорно держать хоть полчаса, ничего не изменится. Клетки прекрасно перенесут этот стресс. Для них это обычный житейский холодок, характерный вообще для всей нашей планеты. Но вы знаете, вот во всех этих казусах, лабораторных экспериментах, есть одна особенность. Кто-то, какая-то школа, работает на суспензии клеток. И они видят очень низкую криорезистентность клеток. Замечательно и легко разрушаются эти клетки. Но в осадке совсем другое дело. Клеточки, как пингвинчики в Антарктиде, пригреваются друг от друга. И пласт клеток, это уже резистентная структура. А если мы возьмем свежие клетки, только что взятые из опухоли, то окажется, они еще более резистентны. Ну, это еще не самая большая сложность. Пойдем дальше. В любой клеточной структуре опухоли мы видим разные клетки. Дифференцированные и стволовые, или базальные клетки. Перед вами контрольная цитограмма. Кератин радиоактивный обозначает и дифференцирует. Ярко-зеленые – это молодые клетки, а едва заметные – это дифференцированные клетки. Мы охладили до минус 50 градусов, и что же мы видим? Дифференцированные клетки погибли, а базальным клеткам вообще хоть бы что. Более того, морфологически мы можем посчитать, число и процентные, и абсолютные базальных клеток возрастает. Так ведь базальные клетки есть не только в здоровых тканях, они есть и в опухоли. Получается, что не так-то все просто. Хорошо. Мы изучили и точно знаем ледяной шар. Это основной инструмент. У него есть масса недостатков. Он круглый. У него нет точных границ. У него нет безусловных зон, где мы можем быть уверены, что будет все разрушено. Да, вот в этой зоне в основном все будет разрушено. А вот в этой зоне будут происходить очень сложные процессы. И мы не можем точно сказать, где будет проходить граница креонекроза. А если там крупный сосуд, а если там вододухоносная полость, интенсивный кровоток. Поэтому мы не можем быть уверены в том, что мы будем работать очень прецизиозно. Как решать эту проблему? Переходить не на большие шары старого мощного оборудования, а на маленькие шары, из которых можно лепить, в общем-то, разные формы. Вот, например, маленькие шарики. Но между маленькими шариками может что-то остаться. Это так называемый эффект виноградной грозди. Когда мы на ультразвуковом сканировании или на компьютерном сканировании видим вроде бы полностью охваченную опухоль, а на самом деле клетки между этими шариками могут оставаться и сохранять свою жизнеспособность. Как решается этот вопрос? Ну, называют метод олимпийских колец или технология колец, когда один шарик должен сливаться с другим обязательно. Есть одно, еще одно научное, очень интересное направление. Как заставить организм бороться с собственной опухолью, которая его побеждает? Ну, некоторые опухоли действительно сами по себе манифестируют свою антигенную структуру, другие этого не делают. Но после криотерапии, по данным вот института криоиммунологии, это профессор Аблин представлял этот материал на конгрессе, который проходил у нас в Петербурге, само направление иммунотерапии, иммуностимуляции основано на том, что после охлаждения опухоль сохраняет свою антигенную структуру и в процессе аутолиза является источником выработки специфических противоопухолевых антител. Это очень сложное направление для того, чтобы определять количественно титр специфических опухолевых антител у данного пациента нужна очень серьезная работа, нужно очень мощное оборудование. Поэтому говорить о том, что этот вопрос решен, нельзя. Этот вопрос мы фактически только-только начинаем изучать всерьез. Что мы уже можем сказать? Повторяя циклы криоаблации, пункционной малотравматичной процедуры, мы видим даже у очень ослабленных больных со временем и с повторением циклов воздействия улучшения иммунологического статуса. Является ли этот сдвиг клинически значимым? Сказать трудно. То, что касается научных основ, понятно, что никогда ни в каком научном материале не может быть окончательных выводов. И если мы что-то решили и что-то определили, то это верность относительно только на сегодня по тем данным, которые мы имеем. Пройдет какое-то время, появится новый материал, появятся новые цифры, и мы должны уметь отказываться от старых представлений. У нас есть много разных способов лечения. И в каком случае, каким способом лечить, мы должны решить, как врачи. И что же, какова же методология применения криотехнологии? Во-первых, этот метод ничем не отличается от всех существующих методов. И при выборе этого метода главным остается клиническая обоснованность. Надо быть уверенным, что для этого больного именно этот метод является оптимальным. Если вы решили, что этот вариант единственный, или что этот вариант лучший, но нужно сделать следующий шаг. Нужно иметь оборудование, нужно иметь опыт, нужно иметь подготовку профессиональную именно в этом направлении. Нельзя, не зная устройства самолета, садиться за штурвал, также даже просто за, не зная, как управлять автомобилем, садиться и брать на себя что-то такое, тем более, если речь идет о сложном оборудовании. Мы должны четко представлять границы опухоли и возможности формирования ледяного фронта. Но нам, самая трудная задача для нас сегодня, вот как сегодня, даже в КТ-кабинете у нас ушла работа, нужно точно поставить инструменты в нужное место. Оптимальная скорость охлаждения, это другой вопрос, он чаще всего зависит от житейских ситуаций, от мощности оборудования. Нам надо непрерывно следить за формированием ледяного фронта. И тут, конечно, есть методы мониторинга. Это КТ, УЗИ, температурный мониторинг, иногда визуальный. Нужно охватить опухоль до негативного края. Критерий негативного края общий онкологический. Температура в критических точках по границам опухоли должна быть где-то порядка минус 40. К этому надо стремиться, но я уже сказал о том, что это не может быть абсолютным и точным. Экспозиция при достигнутой температуре не менее 10 минут. Медленное оттаивание позволяет убить клетки еще раз за счет процессов рекристаллизации. Повторение циклов замораживания и оттаивания это дважды, трижды, четырежды удар. Ну и криопротекция здоровых тканей. Когда мы можем все это обеспечить, и у нас есть опыт, тогда мы можем всерьез говорить о каком-то выборе. Выбрать, что мы можем выбрать, и что лучшее. И тут глаза разбегаются и определяются возможностями каждого центра, каждого учреждения. Эту картинку я позаимствовал у своих коллег из Китая. Именно так они определяют тот выбор, который стоит всегда перед нами, когда мы лечим онкологических пациентов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok